Случай с планом на случай катастрофы или дизастр планом, все несколько сложнее. Здесь у нас должно быть предусмотрено политически, организационным моментом, что мы будем делать, если базы данных наших пользователей куда-то уйдут на сторону. То есть если есть подозрение, что нас поломали, и пользователи всех баз данных с логинами и паролями, неважно, зашифрованы они там у нас или нет, куда-то ушло. Здесь все зависит от типа подхода к пользовательским данным. Мы можем это сделать сразу, разослав всем, если мы очень-очень открытая компания. Паника поднимется невероятно. Можем разбить на кластеры и постепенно менять. Можем... Некоторые не меняют вообще, предпочитая связаться с злоумышленником как-нибудь образом и удостовериться, что он эти данные никуда не слил и иже с ним. Если же вы, как разработчик, все-таки решили поменять пароли массовые для всех пользователей, то здесь можно по-разному подойти к этому вопросу. И таких основных хотелось бы отметить следующие из таких основных схем дизастро-плана. Первое — это оповещение ссылкой на смену. То есть пользователю приходит ссылка, он переходит на эту ссылку. У пользователя для этого в вашей системе должен быть какой-то адрес для связи, либо телефон для того, чтобы смс отправить. Это вообще идеальный случай. Либо e-mail, он кликает на эту ссылку и меняет пароль. Второе — смена при следующем входе. То есть когда пользователь заходит в следующий раз, ему предлагают поменять этот самый пароль. То есть здесь есть опасность того, что зайдет раньше пользователя-злоумышленник, но тем не менее это определенный уровень. Будет соблюдаться определенный уровень того, что пароль будет изменен для всех пользователей. Причем надо помнить, что у нас здесь есть однозначное требование сменить пароль. То есть если на сайт попадает злоумышленник, он никуда не попадет без того, чтобы этот пароль поменять. Но как только он его поменяет, пользователь доступ потеряет. И с большой вероятностью, если данные важны, обратиться в саппорт, обратиться там, как-нибудь эскалирует эту проблему, мы это дело заметим. Третий вариант — это создание и отправка нового пароля. То есть ваша система генерит некий пароль и отправляет его пользователю. Этот вариант не очень хороший, как вообще плоха сама идея того, что пароль в открытом виде будет отправляться пользователю на электронный адрес. Поскольку даже если сейчас его пароль не скомпрометирован, его аутентификационные данные не скомпрометированы, не ушли к злоумышленнику, не факт, что в будущем злоумышленник не получит доступ к аккаунту пользователя. И помните, мы на первом занятии обсуждали те цели, которые преследуют злоумышленники, и в том числе те цели, которые они получают при доступе к аккаунту пользователя, что они там делают. Вот в первую очередь любой злоумышленник, попав в аккаунт пользователя, ищет по данным, которые у него там содержатся, парольную информацию к другим сервисам. В первом же случае, когда аккаунт пользователя, другой аккаунт, связанный с первым, будет скомпрометирован, наш аккаунт в нашей системе данного пользователя при реализации нами вот такой схемы тоже будет скомпрометирован. Поэтому этого лучше не делать, лучше ограничиться ссылкой. Тогда злоумышленник никакой информации относительно пароля все равно не получит. Продолжение следует...